Он называл себя придворным шутом и десятилетиями водил за нос американские СМИ и общества. Имя Алана Абеля не особо известно даже на родине, но его розыгрыши и фейки стали легендой. Один из первых и самых успешных его проектов, общество непристойности голых животных, высмеивал ультраконсерваторов. Отвратительно, говорит он. Животные рассказывают, в чем мать родила. Он критикует Джеки Кеннеди, ведь она ездит на голых лошадях. Сообщники Абеля устраивали пикеты и дорисовывали штаны собакам на рекламных плакатах. А СМИ хоть и посмеивались над чудаками, но верили, что организация действительно существует. У общества 50 тысяч членов. После убийства Кеннеди американцы в растерянности искали нового кумира, и Алла Набель предложил им кандидата из народа. Йета Бронштейн, выдуманная еврейская домохозяйка из Бронкса, баллотировалась в президенты, предлагая добавлять сыворотку правды в питьевые фонтаны Сената. Мадам Бронштейн никто ни разу не видел. Интервью она раздавала исключительно по телефону, голосом жены Алла Набеля. Но проект был таким успешным, что его повторили еще раз. Когда Америка переживала отергейты падения Никсона, Абель подшутил над журналистами падкими до сенсаций. Представившись сотрудником Белого дома, Абель пообещал опубликовать пропавшие 18,5 минут ватергетских пленок. Когда запись проиграли на пресс-конференции, собравшихся журналистов встретила тишина. И все же Абелю продолжали верить. В середине 70-х, на волне финансового кризиса, он легко убедил американцев, что в Нью-Йорке открылась школа попрошаек, где безработную молодежь учат новому ремеслу. Им надо как-то выживать. Хотите, чтобы они пошли по скользкой дорожке, грабили банки? Что еще им делать? Одним из самых известных розыгрышей Алла Набеля был собственный некролог, выпечатанный в 1980-м на страницах The New York Times. Чтобы убедить журналистов в смерти шутника, тогда пришлось привлечь 12 человек, от безутешной вдовы до владельца похоронного бюро. Именно поэтому второй некролог 2018 года вышел с опозданием в несколько дней. Редакции с особым усердием проверяли новость о смерти Алла Набеля, прежде чем отдать ему должное. Искусный стратег и психолог мистер Абель всегда знал, чего жаждали новостные СМИ, и преподносил им именно это еще и в подарочной упаковке. Продолжение следует...